Добрый день, дорогие друзья! С вами Серафима Морозова. Я представляю наш канал Здорово с нами и хотела бы немножечко поговорить опять же про ресурс человека. Я сталкиваюсь, мне много пишут в чат и в личных сообщениях, что люди начинают работать вместе и получается откат очень сильный. И человеку плохо после чисток. Но дело в том, что когда вы идёте на тиску, вы не должны сваливать ответственность только на мастера. Вы должны брать на себя ответственность и обязательно приводить в порядок физическое тело, потому что оно первично здесь. Или оно конечная точка, но это физическое тело. Поэтому вы должны обязательно приводить в порядок своё тело. Самое простое, что вы можете делать, те, кто живёт в России и где есть АСД, просто пить хотя бы АСД. У кого нет возможности пить АСД, собирайте сейчас травы, первоцвет, всё, что растёт. Сныть, крапива, медуница, мать и мачеха, любые, любой одуванчик. Собирайте это всё, делайте салаты, заваривайте чай, ешьте сырые, сосновые шишки, сосновые побеги, побеги лиственницы, пихты. Всё это будет вас наполнять энергией, витаминами, микроэлементами. И десять раз подумайте, прежде чем куда-то идти. Вот вчера мне прислали сообщение, переслали аудиофайл, где женщина рассказывает, как ей плохо и ей и дочери. Мы на диагностике смотрим, а там 7 миллиардов чёрных магических структур, то есть тёмной энергии. И притянулось это всё вот на этих вот мероприятиях. А у дочери 8 миллиардов этих чёрных магических структур и диссонансной энергии. Всё это надо убирать. Куда бы вы ни пошли, что бы вы ни делали, всё вы должны делать через источник. Я тут видела, одна девушка, маг рассказывает. И если вы хотите добиться расположения любого человека, открывайте вторую чакру, вот как дверцы, и выпускайте оттуда свет. То есть это через энергию сексуальную. Нет, работайте всегда через сердце, через энергию любви. Потому что это во благо всегда вам и всем, кому вы посылаете. Не вот мы их почистили, но, понимаете, таких людей миллионы, тысячи, которые занимаются вот чем-то через интернет и не понимают всей опасности ситуации в данный момент. Что сейчас идёт переход, особенно сейчас до пятого часа, вот это вот лунное затмение. Приводите себя в порядок, собирайте травы, адаптируйте свой организм ко всему. Сейчас был пост, пост прошёл. Ну хотя бы раз в неделю делайте сухой голод или просто голод, один день в неделю голодайте. Это вас разгрузит, разгрузит ваше физическое тело. Вам станет легче. Вот смотрите, черёмуха. Я её буду собирать на обратном пути. Сейчас пока я иду собирать одуванчик. Что ещё хочу сказать. Вот мы работали, да, смотрели человека, который тоже чистился, я уже вчера рассказывала. И мне позвонили и сказали, что вот человеку плохо. Она пошла на диагностику, на резонансную. Там посмотрели, сказали, вот это, вот это, вот это, вот этого очень много. Человеку плохо. Ауры практически нет. 10% жизненной энергии осталось. Но при этом она ещё продолжает заниматься целительством и лечит мужа. И вроде ему как полегче. Но сама она потом полностью обесточивается. И я говорю, зачем? Ну мы не смогли её даже делать в диагностику, потому что она была закрыта. Там всё из полей, из коридора воплощений повылазило. Очень много порчи, проклятий родовых. И вот это всё мы не могли ничего сделать. Попросила я её помолиться. Нужно было помолиться. 121 раз прочитать молитву. Вот она молитву почитала. И только после этого мы смогли сделать диагностику. И диагностика показала очаги короны, ковидные сущности, очаги вируса. То есть всё это есть. И общие нарушения организма много. И только теперь, когда она отмолила разрешение ей помочь, мы начали её чистить. И вся эта работа опять же идёт через энергию любви. Если вы где-то работаете, работайте с энергией любви. И ставьте на себя защиту энергия света. Здесь на земле вот эти две энергии самые сильные, которые работают и защищают. Ни энергия фиолетового луча, ни энергия там голубой системы. Это всё галактические и вселенские энергии. А здесь на планете Земля у нас энергия любви и света. И благодарность. Сами знаете, хо-по-на-по-на, да, это посылаем любовь и просим прощения. Вот это гавайская практика. Тоже очень хорошая. Смотрите, какой прекрасный день. Птицы поют. Солнце светит. Я иду и наслаждаюсь природой. Поэтому, друзья, рекомендую вам. Берегите себя. Пейте травы. АСД. Если нет возможности ничего из этого, хотя бы синий йод приготовьте сами. И принимайте синий йод. Будьте здоровы!